Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала YouTube, а также случайные соглядотайи, кто заглянул на мой канал. Долго я думал, что же сделать такое по Майнкрафту, чтобы это было что-то интересное. То есть я посмотрел, по Майнкрафту и мультики делают, и гайдов немеренное количество, и прохождение каких-то карт, и сетевые игры просто выкладывают. А я решил, а почему бы мне не сделать хардкор видео, то есть непрохождение Майнкрафт пройти невозможно. В принципе, о создании мира в режиме хардкор, чем я сейчас и занимаюсь. И что-то какие-то глюки такие небольшие, ну, я думаю, на качестве видео это никак не скажется. Так, для тех, кто если вдруг не знает, что же такое хардкор режим у нас. Хардкор режим это где у вас одна попытка, то есть в случае, если вы умрете, если вашего персонажа убивают, либо он сгорит в лаве, либо упадет с высоты, насмерть сломает себе все ноги в дребезги, то все, мир, в котором вы жили, удаляется, и как бы и все. Предательски дрожит нижняя губа, идешь плакать в подушку, ну, и все, что было нажито непосильным трудом, часами игры, геймплея, то все это пропадает вместе с вашей смертью. И сразу хочу я нажать на F3, посмотреть базовую сложность. 2.25. Это в два раза сложнее, я сразу могу сказать, чем я играю сейчас просто в режиме survival, с которого стримлю. В два раза сложнее. Но там у меня изи сложность, потому что там первый мой мир, который вообще в Майнкрафте я создавал. Первый и единственный. Но там, когда я экспериментировал с игрой, я нажал на то, что закрепить уровень сложности, теперь изменить я его не могу. То есть я играю на изи. Но у меня столько там всего уже построено. Если кто-то смотрит мои стримы, они знают, что 3 дня назад я заблудился. У меня серьезно, у меня чуть депрессия не случилась. То есть у меня построена башня там, у меня сделан флаг России. И на первом моем доме, который я построил, там сделана аппликация из цветной шерсти, флаг России. Строится дом, где на крыше стеклянная крыша с лавой. То есть я начал строить дом. И прорыл я туннель. У меня там по задумкам, что я буду делать метро. Но есть такая задумочка, сделать метро для самого себя. Играю я соло, мне по сети не то, чтобы не нравится. Попозже объясню, почему я не люблю играть по сети, почему мне больше нравится играть соло, синглплеер. Так вот, и представляете, я заблудился там. И у меня реально было чуть ли... Я прям думаю, да нафиг вообще. Первая мысль была начать игру заново. Думаю, ну все равно начинать заново. Почему бы не начать с более высоким уровнем сложности в другом мире. А потом сходил покурил, немножечко успокоился. Думаю, ладно, сейчас отстроюсь. По новой, потом нужно будет что-то придумывать. Не мог же я заблудиться. Потом была мысль отдаться на растерзание мобам. То есть снять с себя броню, убрать оружие. Крикнуть, жрите меня, гады. Как бы отдаться на растерзание мобам, чтобы потом отспауниться. И... Ну, появиться возле своего жилища. Но, поскольку я достаточно верующий человек, самоубийство грех. Я решил, что нет, тоже не вариант, где наше не пропадало. В общем, по новой отстроился. Скрафтил себе компас. Опять же, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я не делал себе ни компас, ни карты. Но как бы я жил и жил возле своего поселения. У меня там и фермы. Ну, в общем, нормально я там так уже развернулся. Скрафтил себе компас, скрафтил карты, стал во всем этом разбираться. Компас, предыдущее мое видео, кто не смотрел, рекомендую, посмотрите. Называется Майнкрафт Компас Сила. Особенно, кто не знает, как компас действует, как его крафтить. И зачем он вообще нужен. Я теперь без компаса из дома не выхожу. И в хардкор, вот здесь в хардкор режиме, я себе компас скрафчу обязательно. И компас, и карту. Вот. И благодаря этому компасу я вернулся к своему родному дому. И теперь могу вообще, когда есть компас, уходить в какие-нибудь дебри на 2-3 дня игрового времени. И спокойно знать, что я попаду домой потом. Потому что компас показывает на точку вашего спауна. То есть он не показывает на север, как было бы логично. Но он показывает на точку вашего спауна. А это тоже, как бы это позволяет вернуться домой из любой части карты. То есть просто смотрите, куда нужно идти, идете туда, и вот он, пожалуйста. Вчера, опять же, я стримил и выложил видео на ютубе, как я вернулся домой. Как я нашел свой дом благодаря компасу. Здесь я не буду комментировать, потому что, ну, наверное, все уже знают. Кто не знает, но я не буду никаких гайдов по Майнкрафту делать. Вот таких первоначальных. Я сделаю еще гайд по карте. Как ориентироваться на местности. Поскольку это все-таки мой профессиональный долг. Поскольку я являюсь офицером запаса нашей доблестной, непобедимой российской армии. То я могу сделать грамотное видео по тому, как ориентироваться на местности. Могу сделать видео и по тому, как ориентироваться на местности. В реальной жизни, а не в игровой. Может быть, кстати, заморочусь. Не знаю. Мне приглашали вообще, когда меня комиссовали. Из войск предлагали пойти преподавателям ОБЖ. Но я отказался. Сказал, что я расстреляю детей на втором же уроке. То есть с нынешней молодежью у меня только одно желание взять пистолет и лично их застрелить. Чтобы не размножались больше. Сокращать популяцию российских школьников. И, наверное, многие сейчас смеются, особенно взрослые люди, и понимают причину. То есть наглости нет предела. Я таким не был. В 14-16 лет какие-то принципы все равно моральные были. А может быть и был, уже просто не помню. Потому что я по молодости это вытворял тоже. Ого-го. И милиции, и не пойми, что творил. Потом со временем. Молодежи могу сказать, со временем вам это будет уже неинтересно делать. А если кому-то в 30 лет будет интересно делать то же самое, что он делает в 14-16 лет, даже в 18 или 20, Ну, значит, вы, не побоюсь этого слова, дегенерат, который остался на том уровне, который не развился. Рекомендую читать больше книжек. Может быть, в школу пойти вечернюю, по-новой поучиться. Потому что мне в 30 лет уже неинтересно заниматься и даже общаться тем, чем я занимался в 14 лет. Потому что я отзанимался этим в 14 лет и считаю, что в 30 лет нужно заниматься чем-то другим. Поэтому не буду я делать таких вот простейших объяснений. Вот я рублю дерево, вот я сделал верстак. Вот теперь на верстаке, смотрите, сейчас я буду делать... Что я буду делать-то? Топор, наверное. Да, еще буду делать деревянный топор. Это очень много гайдов. Я нашел. Думаю, при желании и вы все найдете. Сейчас, благо, делаю. Эра цифровых технологий. Вся информация в интернете доступна. Поэтому мне вот самому лично даже интересно, сколько я продержусь в режиме хардкор. И мне не столько страшны здесь мобы, сколько я боюсь сгореть в лаве. Потому что в простом режиме сарвайвал, в котором у меня есть мир в Майнкрафте, я больше всего умирал не от руки мобов, а от того, что сгорал в лаве. И здесь вот вижу я, что мобы, они... Прошу прощения. Утренний кашель курильщика. Они достаточно бодро горят. То есть даже деревянным мечом остаются на один удар. Из чего я делаю вывод, что нужно разравнивать площадку, то есть вырубать все эти деревья. Потому что когда много листвы, много крон деревьев, то солнечный свет не пробивается. Физика работает очень хорошо в Майнкрафте. За что я и люблю Майнкрафт. Одна из причин, по которой я люблю Майнкрафт, что здесь физическая модель выверена на математическом уровне и ведет себя очень грамотно и умно. Вот Майнкрафт, казалось бы, никчемная графика, да, все квадратное, там еще чего-то. Но тем не менее, о каких-то некстгеновских играх я не могу сказать, что физика работает безупречно, что физика работает именно так, как она должна работать, так как это правильно. А Майнкрафт при всей своей корявости анимации для меня более важна физическая модель, чтобы было интересно, чтобы это было похоже на правду, чем некстгеновская графика, в которой тынькаешь одну кнопку и проходишь всю игру. Это я могу и кино посмотреть, трансформеров. Обожаю фильмы, это трансформеры. Одна из моих фишек после того, как я познакомился и полюбил трансформеры, стала с девушками, когда знакомишься, молодые люди на заметку возьмите. Только прежде, чем вы так делаете сами сначала трансформеров, посмотрите раз 15, чтобы знать, о чем вы вообще спрашиваете и как разговариваете. То есть подходите к девушке или к девушкам и спрашиваете. Автоботы или десептиконы? Если девушки делают круглые глаза, ну, значит, мне с ними не по пути. Если какая-то из девушек начинает там, ну, автоботы, то можно попробовать развить беседу. То есть почему автоботы там и так далее. Если же девушка вам конкретно автоботы или десептиконы и начинает бурную полемику по этому поводу, то мне с такой девушкой по пути. Это значит уже как минимум один интерес. Это значит как минимум одна вещь, о которой с этой девушкой можно будет поговорить. Поэтому, молодые люди, мой вам совет. Читайте книжки, интересуйтесь всем, что происходит. Не то чтобы в мире, не новости смотрите, а именно читайте книжки исторические, научные. Художественную литературу, в том числе классику. Потому что, поверьте мне, девушка до поры до времени будет восхищаться, какой вы крутой, как вы круто далеко плюетесь и смачно ругаетесь матом. А потом, когда она повзрослеет, она от вас уйдет. Поверьте мне, к более развитому молодому человеку, который может ей что-то рассказать. Вообще, функция мужчины состоит в том, чтобы... Почему он является главой семьи? Многие путают добытчик и глава семьи. Это две разные вещи. Главой семьи и головой он является, потому что он знает больше всех в семье. и он в случае чего своим личным примером показывает, рассказывает, особенно детям, и в том числе и супруге, как разрулить ситуацию. То есть, главе семьи, к мужику, к мужчине, идут за советом, не за деньгами. В всяком случае, так было в царские времена. И вообще, по нормальному стоим, не по нынешним, не по современным меркам, что мужчина превращается просто в машину для добычи денег. Ну и, как бы, даже для, скажем так, секса-то он не всегда нужен. Как бы, мужчин-то полно вокруг. А вот именно, что, знаете, как пословица, я для любви... Как бы, любят меня, а замуж выходят за других. Поэтому, вот, молодые люди, я рекомендую вам читайте книжки, чтобы не превращайтесь в вытупевшие машины для зарабатывания денег. Поверьте мне, это того не стоит. Я очень много узнаю, что касается каких-то исторических событий, какой-то физики, там, еще чего-то. Очень много узнаю благодаря играм. В этом я очень, как бы, разделяю позицию Алексея Макальникова, главного редактора журнала Игромании. У меня с ним, по-моему, полное совпадение планок и мышления по поводу, какая должна быть игра и как человек должен играть. То есть, игра должна развивать не персонажа, которым вы играете, а игра должна развивать игрока. То есть, очень много игр взять, допустим, горячо мой любимый Silent Hill, третью часть. Я считаю, что третья наиболее адекватная, наиболее адаптивная. Silent Hunter, вот, игра про подводную лодку, симулятор подводной лодки. Я благодаря этой игре столько узнал о флоте, и не только немецком, и не только о подводных лодках, а вообще, в принципе, периода Второй мировой войны. Просто благодаря игре. То есть, я стал играть, мне понравилось, я постепенно усложнял себе уровень сложности, потом до полного реализма. Но единственное, на полном реализме я не играю в Silent Hunter. Почему не играю? Потому что я считаю, что вот те офицеры, которые есть на подводной лодке, нафиг они вообще тогда там нужны, если я еще и сам буду вычислять все автоматически. То есть, я умею это делать, да. Но пока я это сделаю, естественно, компьютер все это вычисляет быстрее. И, естественно, даже, опять же, если брать реальную модель поведения в бою, да, подводной лодки, командир все лично сам не делает. Иначе, нафига-то там матросы нужны, зачем нужны ботсманы и зачем нужны офицеры, если командир будет все делать сам. Поэтому я на полном реализме не играю. Все расчеты у меня проводит офицер. То есть, я руковожу, кто что будет заряжать, погружением, там непосредственно такое, но залповые расчеты я не провожу. Я умею это делать, но если как человек я буду это делать сам, то, естественно, эффективность в бою снижается. Вместо там трех кораблей в конвое я смогу потопить только один, после чего нужно уходить на глубину и уже совершать маневры для того, чтобы уйти от конвоя, который охраняет эти торговые корабли. Вот, также, допустим, если взять Властелин колец онлайн. В свое время друг меня позвал играть, я стал играть, и я благодаря игре я прочитал Властелина колец онлайн, я полюбил трилогию Питера Джексона Властелин колец онлайн, потом я прочитал Хоббита, потом Питер Джексон как будто бы услышал, как будто бы узнал, что Саша Пуговкин где-то там живет в России, вообще в Московской области, и он прочитал Хоббита, и теперь было бы неплохо снять для него кино. Понимаете, в этой жизни все происходит. Как-то я уже говорил в одном из своих видео, что если вы хотите рассмешить Бога, то скажите, что с вами произошла случайность. Вот, в этом мире все как-то случается, все своевременно, вот если бы раньше вышел Хоббит, допустим, перед Властелином колец, то я бы, наверное, не обратил на это никакого внимания. А поскольку вот вышел Властелин колец Питера Джексона, я стал играть Властелин колец онлайн, я прочитал книжку Властелин колец, потом узнал, что есть, оказывается, Хоббит, это как бы предыстория про Бильбо, про Бильбо Бэггинса, который играет уже второстепенную роль в Властелине колец, я прочитал Хоббита, и тут Питер Джексон выпускает, начинает снимать трилогию про Хоббита. Ну, ребят, случайность? Скорее всего, что да. Но тем не менее, какова случайность-то, а? Вот мне, простому мужику российскому, вот представьте, какова вот такая вот случайность. Я просто... А произошло все это просто потому, что мне друг в свое время сказал, поиграй в Властелин колец онлайн, мне кажется, тебе понравится. И я поиграл. И в итоге сейчас ждут третьей части... А, она уже вышла, я еще не скачал, не посмотрел. Вот. Первые две у меня вон на плеере, то есть я на компьютере фильма не храню, у меня плеер с жестким диском на терабайт памяти, все фильмы и многие, кстати, репаки игровые я скидываю на плеер в качестве резервного копирования. Так, ну а я, тем не менее, тем временем зарылся уже в шахту. То есть, что нужно сейчас сделать плиту? В плите нужно будет сжечь дрова, для того, чтобы получался древесный уголь, из угля делать факелы, ну и факелами обставлять все вокруг, для того, чтобы не спаунились монстры вокруг моей избушки, а потом постепенно выравнивать, расширять территорию, как я уже сказал, вырубать деревья, выравнивать территорию, для того, чтобы с наступлением рассвета все монстры, которые заагрятся, сгорали, пытаясь добраться до меня. То есть, чтобы они оставались на один удар. Ну и, естественно, уже каменное оружие, каменные орудия труда я себе сделаю. с броней придется пока что подождать. Либо, благо дело, тут коров немерено. То есть, побью я коров, поздираю с них шкуры, пошлю себе кожаный костюм с отливом и в Ялту. Как говорил герой Савелия Крамора, косой. Так, делаю я печь. На самом деле, еще очень хороший способ пообщаться со зрителем, рассказать какие-то свои соображения по поводу этой жизни, какие-то свои мысли, ответить на комментарии. Если у кого-то какие-то вопросы есть по игре, ну и по какие-то личные, пожалуйста, я думаю, в Майнкрафте, в хардкорном прохождении все это можно будет рассказать и обсудить. Также рекомендую, читайте мой блог, там тоже в печатной, естественно, версии подкрепленные, как правило, видео, какие-то мои соображения, не только по игре, а по жизни в целом. Есть уже пользователи, которые, причем одноименные, которые и здесь подписчики, и в ЖЖ добавились, в друзья. И также рекомендую вот twitter.com обратный слэш в виде джей годридик. В твиттер стекается вся информация о новых видео, о началах стрима, то есть в режиме онлайн стекается туда вся информация о новых постах, то есть вам не обязательно для того, чтобы Асаша там что-нибудь сделал, как бы, не обязательно для этого идти сначала на YouTube посмотреть, идти потом в ЖЖ посмотреть, потом заглянуть на Twitch, а не стримлю ли я в данный момент. Вся информация в режиме онлайн стекается в твиттер, также в твиттер я скидываю видео, которые мне понравились в YouTube. То есть, то, что вот мне понравилось, я также делюсь этим видео в твиттере. Ну и все, первый игровой день у нас закончен, мне сейчас нужно скачать, я хочу, крик петуха, чтобы каждое видео хардкорного прохождения, хардкорной игры, не прохождение, прошу прощения, у меня начиналось с крика петуха, что якобы начинается новый день. Всем спасибо за просмотр, пока, с вами был Саша Пугов, Кинли Годриди, хардкорная, хардкорная игра в Minecraft.